Свадебные бокалы Начнем с бокалов, которые используются на самом свадебном бакете в кафе или ресторане. Они будут одним из главных украшений свадебного стола, поэтому они должны выглядеть оригинально и стильно, а также гармонировать с платьем невесты, костюмом жениха и цветами на свадьбе. Здесь используются красивые бокалы более высокой ценовой категории. Это может быть хрусталь, лепнина, а также коллекционные бокалы ручной работы. Иногда при первом тосте со жениха и невестой молодожены пьют из бокалов, связанных яркой лентой. Лента символизирует крепкие узы брака, а сами бокалы – хрупкость семейного счастья. Следующая категория – это прогулочные бокалы. Еще их называют бокалы для битья. Дело в том, что гости на прогулке пьют в основном из пластиковых стаканчиков. Однако, если учесть, что на свадьбе обычно работают фотографы и видеооператоры, то будет как-то не совсем этично, если в вашем свадебном альбоме или видеофильме будут присутствовать кадры, где жених с невестой держат в руках пластиковую посуду. Именно для этого и существуют недорогие прогулочные бокалы, которые по окончанию прогулки и фотосессии можно будет разбить на счастье или же оставить на память. Бить свадебные бокалы – тоже своеобразная традиция. Якобы, если что-то уже разбилось, то все остальные беды и неприятности должны обойти молодую пару страной. Еще две пары свадебных бокалов вам понадобится в доме жениха и невест, на фуршете после выкупа невесты или при встрече молодых после ЗАГСа. Это могут быть любые бокалы свадебной тематики среднего ценового диапазона. С вами была Мария, магазин «Свадебная страна», город Нижний Новгород. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин